Бسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد والعليه والسلام على جمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры сегодня мы с вами возьмем третий столб ислама الزكا الزكا переводится как подаяние или милостыно но также есть слово садака в чем отличие между الزكا и садака садака это добровольная милостыня то есть человек может ее давать когда захочет, в каком размере захочет как говорит Всевышний нельзя указывать тому кто дает на пути Аллаха из добровольного пожертвования нельзя ему указывать сколько и когда то есть это по его желанию может давать садака то есть добровольную, милостыну может давать как верующим так и неверующим как мусульманам или другим конфессиям дозволено но однако الزكا обязательно в год раз это первый столб заката хауль должен пройти в год и второе аннисаб должно у него достичь уровня нисаба мы разберем с вами что такое нисаб и дается закат только мусульманам только мусульманам закат это является фардом третьим столбом ислама Всевышний Аллах в Коране сказал хуза мин амвалихи сада о Мухаммад возьми из их имущества сада то есть имеется вот это милость в виде заката тем самым ты их очистишь то есть закат дается для того чтобы очистить все имущество человека чтобы очистить имущество человека сада Садака дается для того, чтобы когда вдруг человек согрешил и чувствует гнев Аллаха на себе, тем самым дается садака, чтобы потушить гнев Аллаха по отношению к себе. Азака дается, чтобы очистить все остальное имущество. Также приказывает и говорит, О верующие, расходуйте из таких, тех благ, которые вы заработали, которые Аллах вам дал, и то, что вы вывели из земли, то есть то, что собрали урожай. Также говорит в Коране, Часто эти аяты встречаются в Коране, читайте намаз, платите закат, читайте намаз, платите закат. И в хадихе, который мы с вами разбирали, то, что ислам опирается на пяти столбах, третий столб ислама — это выплаченные закаты. Также пророк Мухаммад, когда отправлял Муад бин-Джабал в Йемен, и сказал, Перед тем, как он его отправил, пророк Мухаммад сказал, Смотрите, это мукаддима. То есть, как начал пророк Мухаммад, как в этот момент прочувствовал сердце своё, когда пророк Мухаммад сказал ему три раза, я тебя люблю. И после этого он начал слушать его. Я муад. Он говорит, о муад. обращение Пророка Мухаммада к Муаду Ты сейчас отправляешься в Йемен к народу Ахли Китаб к людям писаниям то есть люди писания это христиане и иудеи призывай их к чему смотрите первое что сказал Пророк Мухаммад призывай их к шахаде к свидетельству что нету божества достойного поклонения кроме Аллаха и то что я посланник Аллаха сказал Пророк Мухаммад и этот метод мы должны с вами брать и принять уважаемые братья и сестры на сегодняшний день когда человек еще не молится не постится первое что нужно ему объяснить шахаду первое что нужно объяснить ему растолковать поставить крышу перед тем как закрыть крышу нужно фундамент чтобы был крепкий фундамент это шахада то есть неразумный человек который не понял Аллаха не понял что такое объяснять ему про намаз или про закат должно быть все по очередности хотя на тот момент уже мусульмане молились на тот момент уже выдавали закат и смотрите что он сказал Пророк Мухаммад если они будут подчиняться в этом то есть если они засвидетельствуют после того только как они засвидетельствуют обучи их то что Аллах повелел им пять разделей молиться то есть смотрите про закат еще не слово то есть каждый день днем и ночью молиться пять разделей если они начнут молиться вот уже после того как они начнут молиться объясни их им обучи их то что Аллах после того как они засвидетельствуют начнут молиться объясни им то что Аллах повелел им выплачивать закат который берется от богатых и возвращается бедным не отдается а возвращается бедным сказал Пророк Мухаммад тем самым посланник Аллах объяснил нам пояснил то что закат вот этот процент который мусульманин должен выплачивать это не ему принадлежит а принадлежит тому у кого есть на это право то есть возвращается бедным какая же мудрость в этом какая хикма какая мудрость в заката первое то что очистить сердца людей от жадности и скупости чтобы человек не был таким все мне и все мне то есть бывает такой человек когда вот деньги ему зашли в сердце он не хочет там делиться бывает там когда человек может быть он не столь богатый но альхамдуллю он отдает там на пути Аллаха жертвует помогает а бывает человек богатый дает там например пожертвование в виде тысячи рублей когда он обязан давать при его состоянии в виде миллиона и этим еще хвастать заходит то есть именно закат для того чтобы очистить сердца людей от скупости и жадности также чтобы не было бедных как говорят ученые если каждый мусульманин в мире давал закат только сколько положено не было бы вообще бедных не было бы бедных мусульман поэтому чтобы было некое равенство между бедными и всеми людьми также чтобы в обществе было некое благо в виде заката когда он дается альхамдулля на эти закаты на деньги заката строились бы там альхамдулля строилась бы жизнь мусульман строилась бы не было бы бедных альхамдулля было бы некое благо среди людей вот в этом есть именно как некое такое фадль некая такая хикма мудрость этого заката хукм этого именно хукм какое же его положение в исламе кто говорит то что закат не является обязательным при этом он знает то что Аллах приказал, то он является это действие его куфр, неверие. Неверие. Почему? Потому что Аллах приказал, сказал, что это фарт. А человек говорит, это не фарт, тогда это действие его, вот это слово, это куфр, это неверие. А если тот, кто не дает закат из-за его жадности или скупности, то он, этот человек, грешник, фасик, фаджир. Аллах, субхану ва-та'але, говорит в Коране, если они попросят у Аллаха тяубе, прокаяния, после этого начнут молиться, после этого начнут давать закат, то они ваши братья в религии. То есть Аллах, субхану ва-та'але, сказал, тот человек, который не дает закат, при этом он не верит в это, то есть смотрите, как сказал, если попросит прощения, начнут молиться, начнут проститься, вот они тогда уже ваши братья по вере. Из чего дается закат? Из какого имущества дается закат? Закат первый дается из пяти вещей, золото и серебро. На сегодняшний день это купюры, можно сказать, деньги, рубли, доллары, евро и так далее. Второе, это мы сейчас все поясним, сейчас сверху об этом расскажем и потом это все разъясним, из золота и серебра, то есть деньги, второе это дается животные, третье это хубуб, растение, то есть скажем пшеница, шаир, ячмень, то есть то, что растет. Четвертое, это алмаадин, если человек или канц нашел клад, с этого дают закат, и сельа, это товар, то есть бывает у человека нет денег, бывает товар, товар оборот. Вот с этих пяти вещей дается закат. Тут должно быть 2 вещи, 2 рукна в закате, 2 столпа, то есть мы говорили, в каждом поклонении есть толпы и столбы, это то, без чего само действие не может быть действительно. Первый человек должен пройти год и второй должен быть несап. Что такое несап? Это та категория, то есть тот уровень, то количество, с чего дается закат. Если взять золото и серебро, то золото это 85 грамм золота. Если у человека есть 85 грамм золота, то он уже из тех, кто должен выплачивать закат. Золото какое, это не украшение женщины бывает, там носит сережки, там часы золотые и так далее, да? Для мужчин не присуща носить золото. Порок Мухаммад сказал, взял в правую руку золото, в левую чистый шелк и сказал, эти 2 вещи запрещены для мужчин, мои умы будут разрешены в раю в судный день. Но однако, если женщина надевает украшения, и если они у ней, она ими пользуется, и не покупает украшения с намерением, чтобы это было какой-то дехар, так скажем, вещь, как говорится, на черный день, чтобы она его держит, как какую-то вещь, чтобы потом ее продать и так далее. Если с таким неэтом не покупалась, а именно, чтобы одевать и носить, то с этого заката она не платит, даже если у нее килограмма золота. золото. Но если золото держат в слитках или какие-то изделия из золота с неэтом для того, чтобы это держать, скажем, как капитал, то тогда с этого выплачивается 85 грамм золота. 85, извините, из 85 грамм выплачивается 2,5%. Если взять на сегодняшний день золото, серебро, во время урока Мухаммада, это было золото, серебро, как деньги, динары, дирхамы, то на сегодняшний день как посчитать закат из денег? 85 грамм золота, 999 пробы, смотрите, сколько стоит на рынке. Например, открываем, смотрим, открываем, сейчас есть, аль-хамдуллю, очень легко, шейх Гоголин, набираем там, сколько стоит грамм серебра, например, 4 тысячи рублей, 4 тысячи рублей, там, постоянно по бирже смотрите, умножаем на 85, вышло 340 тысяч рублей, то есть, если, например, она может из год меняться, это стоимость золота, сейчас по 4 тысячи рублей, если 85 грамм золота, это 340 тысяч рублей, вот если у человека появились суммы в размере 340 тысяч рублей, ты уже из тех, которые, уже из тех людей, которые выплачивают закат, вот она у тебя появилась, ты записал, вот сейчас мы ее для облегчения делаем, аль-хамдуллю, ага, появилась у меня 340 тысяч рублей, записал сегодняшнее число, ага, такой ты там год, там, сегодняшний год, сегодняшнее число, месяц, закрыл свою книжку и на целый год забыл, что такое закат, проходит год, открываешь, ага, в течение года ты мог там покупать, продавать, бизнесом заниматься там, может что-то у тебя сумма росла там, потом падала, то есть, ты мог там на эти деньги там недвижимость покупать, может у тебя там миллионы уже стали, и ты не должен их держать там, ты живешь как жил, аль-хамдуллю, тратишь на халяль, год проходит, смотришь, если твоя сумма ниже 340 тысяч рублей, то ты не выплачиваешь закат, но если твоя сумма, это не оборотные деньги, это деньги, которые там у тебя лежат где-то они там в банке или еще что-то, или где-то там не знаю, в сундуке, вот если ты смотришь через год, эта сумма 340 тысяч рублей или превышает ее, то ты даешь 2,5% заката, например, возьмем, если у тебя миллион, например, через год появился миллион, то ты 2,5% даешь, получается 25 тысяч рублей, ты, аль-хамдуллю, даешь закат, теперь второе, из чего дается закат, аням, аням это тот, кто держит, скотоводством занимается, если у тебя 40-40 барашек дается одного барашка, если у тебя коровы, там с 30 коров, одну корову, то есть одного бычка, ты даешь качество заката, то есть нужно давать тем, из чего ты даешь, если это скотина, то и скотины даешь, то и животным даешь, если это деньги, деньгами даешь, также дается то есть человек, например, кто-то занимается там пшеницей, у него земли есть, он занимается то, что продает пшено, Аллах Субхану А.В. говорит в Коране, когда нужно давать закат из того, что выращиваешь, именно тогда, когда собираешь урожай, то есть там не нужно ждать год, именно когда собрал урожай, ты даешь, как сказал пророк Мухаммад Субхану А.В. в хадисе, который приводит имама Бухари, то есть если человек, например, у него было поле, он там посадил пшеницу или там ячмень, и когда он собирает урожай, и если он не затратил деньги там на какие-то удобрения или на полив и так далее, то просто ждал дожди, как бы дожди поливали эти поля, то тогда он, когда собирает урожай, он дает одну десятую часть, но если он затратился на это, то есть у него были некие затраты там, удобрения покупал и так далее, то тогда он дает одну пятую часть, то есть дает одну пятую часть этого. Следующее, из чего дается закат, также если человек вдруг нашел клад, то он тоже нашел клад, склада тоже нужно давать закат, как сказано, в закате рука за хумус, одну пятую часть он дает в качестве заката дает из того, что он нашел из клада. Также с товара, если у человека пролежал какой-то товар, и он тоже достиг несаба, мы сказали несаб, это примерно считается по цене 85 грамм золота, 340 тысяч, если у человека был товар на 340 тысяч, если прошел год, и этот товар как бы стал 340 или выше, то с этого дается, аль-хамм, на 20,5% тоже закат, но если товар был такой, который человек ждет, пока он вырастет, бывают два вида товаров, которые в сумму его зафиксированы, а бывает, когда оно может из года в год подниматься в цене, если он пролежал дальше, если больше, чем один год, пока она не поднялась цена, потом, когда поднялась, он продал человек, даже если больше года пролежала, то тогда с него тоже платится, как будто за один год, как будто за один год, после того, как он его продаст. Если вдруг человек дал кому-то в долг деньги, и у него, например, сумма, которая на руках есть, не достигает несаба, не достигает суммы 85 грамм золота, но он дал кому-то в долг, если добавить эту сумму, которую он дал кому-то в долг, достигает несаба, то тогда он тоже с нее должен платить, если этот долг из тех долгов, которые он может в любой момент подойти и забрать. Но если это такой долгосрочный долг, например, человек бывает, дал кому-то в долг, и ему не возвращает, он еще не знает, вернут ему или нет. То есть, например, часто, как, к сожалению, на сегодняшний день бывает, дал человеку в долг, вроде бы, на какое-то там определенное время, а он тебя годами не возвращает, и Аллах аня вернет, он тебе вообще его или нет. Вот тогда человек дает мусульманин с этого закат, когда получит, когда вернет уже, даже если у него там пять-шесть лет у пролежало, он дает закат, как за один год только выплачивает закат. Так.